Хотите понять, насколько все равны перед законом в Украине? Сейчас, 20 минут назад, народный депутат парламентарий Андрей Лозовой, чье лицо за год стало исходово вот таким, а глаза у щелочки превратились, ну то такое, то, наверное, просто хорошо стал питаться молодой человек. В суде по Масичуку оскорблял прокурора. Он знает, что он неприкосновенен. Он знает, что это влада вечна. Панове, наливайко, я копичу. Поясните, пожалуйста, людям, как можно быть такими блюдками, как кто? Поясните, это никому не вкладывается в голову, как можно быть таким гандоном, пане Наливайко, как, например, вы. Он закончен на мразь просто, да? Есть закон, он закон не читает, ему там написали указочку, оно трусится перед начальством прокурорства. Это же влада не вечна. Судья, который его судил, Бурбела уже втечет. Прокурор Курниковский втечет. Ты же так же будешь текать. И никто тебя не будет защищать, ни Шокин, ни Порошенко. Ты же для них маленький гвинтик, раб, бидло. Ты и для них бидло, яких не раб, и для нас бидло, для нормальных людей. Потому что ты не людина. Ты кусочек дерьма с прокурорскими погонами. И ты тоже. Я правду скажу, что мы не прав. Это такие дерьмовые твари. Сейчас судят Васильчука. Они готовы судить кого-то заводна, их закон не цікавит абсолютно. Он шел в прокуратуру, чтобы взятку получить. За это ему же и не платят. За это начальство же сказало, ци покерные рабы, виконуют это все. Видите, как он начинает оскорблять, где-то слышит смех. И как ребенок продолжает и уже не может остановиться. Я бы даже поддержал Андрея Лазового, потому что на самом деле прокуратура в Украине это что-то с чем-то. Но есть одно но, почему он такой борзый. Вы, каждый из вас, кто не имеет депутатской неприкосновенности, попробуйте прийти в суд и то же самое сказать прокурору. Просто начните ему это говорить. Закон один для всех, да. Продолжение следует...